Воздушные змеи, как известно, имеют китайское происхождение. Именно в Поднебесной, где много веков существует культ неба, народ по-особенному относится к воздушной стихии. Искусство создавать эти удивительные изделия и сегодня продолжает активно развиваться и набирать у нас все большую популярность. В этом мы смогли убедиться, побывав на первом фестивале воздушных змеев, который прошел в Славянском районе. Пляж-акварель в урочище Кучугуры еще не видел такой пестроты красок и разнообразия форм необычных воздушных змеев, которые держали в руках участники фестиваля с романтическим названием «Покорители ветра». Участниками стали 44 семьи районного клуба «Счастливы вместе» и многих клубов молодой семьи из Славянского и Красноармейского районов. Всего 250 человек. Сегодня удивительный фестиваль, потому что посвящен он году семье. И мы собрали самых активных, самых спортивных, самых красивых, самых лучших семей Славянского района, чтобы вместе осуществить детскую мечту. Ведь все мы с детства мечтаем о небе. Ведь правда же, ребята, все мы засыпаем и летаем в облака. И вот сегодня ваша мечта осуществится. Вы будете покорять настоящее. Наши небеса – это голубое-голубое небо. Поздравляем вас! Участники фестиваля состязались в трех номинациях. В первой из них «Самый большой воздушный змей» сразу же определился победитель семья Вафиных. Я очень рада, что я победила в этом конкурсе «Самый большой змей». Надеюсь, что буду побеждать еще и в других. Я очень этому рада. Тут очень красивое место. Это очень хороший конкурс. Очень интересно. Праздник, посвященный воздушным змеям, действительно стал незабываемым зрелищем. Свежий ветер струной натягивал лески, на конце которых, как красочные птицы, трепетали, скользя в голубом небе воздушные змеи. Некоторые с редким искусством так высоко отпускали ввысь своих змеев, что те выглядели совсем крохотными. Самое главное, что подходящего ветра не приходилось ждать. Приазовский пляж щедро дарил его всем участникам. Эмоции были самые положительные. В итоге определились победители в номинациях «Самый высокий взлет семья Нечай» и «Самый продолжительный высокий полет семья Олейниковых». Фестиваль стал не только местом соперничества за лидерство, но и настоящим праздником для соревнующихся. Невероятные воздушные змеи в высоте привлекли внимание отдыхающих. После награждения всех участников фестиваля ждала пенная дискотека, где покорители воздушной стихии смогли хорошо повеселиться. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».